Всем привет, ребята! Сегодня с вами говорим о практике правильного дыхания для здоровья. Напоминаю, что даже на месте можно помочь себе, если вы испытываете какое-то напряжение, какое-то состояние дискомфорта. И многие, знаете что, многие закуривают, многие что-то делают, потому что чувствуют, бывает сосуд забился, бывает что-то с лимфой. В общем, понять всегда сразу достаточно тяжело, но важно научиться грамотно, правильно дышать для того, чтобы расслабляться. И что такое вообще техники, все вот эти дыхания? Обычно это техники, которые влияют на все, что происходит в вас. И что значит дышать правильно, неправильно? Действительно, есть моменты, которые могут давать вам либо энергию, либо ее отбирать. Соответственно, улучшается когнитивное здоровье, улучшается эмоциональный фон в зависимости от правильности выбранного темпа дыхания. Если вы делаете, к примеру, 5 вдохов и достаточно глубоко задерживаете дыхание, потом опускаете дыхание и делаете глубокий выдох на 7, то, соответственно, у вас ваша внутренняя нагрузка, она снижается. Что мы делаем? Мы действительно работаем с техникой дыхания, которая успокаивает 5 вдох и выдох намного длиннее. Когда выдох намного длиннее, тогда вы полностью, полностью, полностью можете хорошо, хорошо, хорошо себя чувствовать. И это успокаивает, это расслабляет, это обогащает клетки кислорода. И очень многие делают такие вещи, как просто закурить или что-то сделать. Но на самом деле, когда вы сядете в медитацию, подышите животом или просто на работе, не обязательно садиться в какую-то йога-позу, закрывать ноздри или еще что-то делать. Вы можете просто медленно, даже если вы на каком-то рабочем месте, начать делать 5 вдохов и 5 выдохов и потом удлинять на выдохе. Что это дает? Это дает насыщение кислородом, это обогащает нервную систему и вы чувствуете себя комфортно. Пишите вопросы, с радостью вам отвечу, дам обратную связь. И, как говорится, вы на моем канале, пишите, как дышите вы. Дышать можно по-разному, можно на расслабление, можно дышать наоборот, на усиление когнитивной способности. То есть, так быстро. И подлавливайте себя. Если ваше дыхание сбивается, значит, как будто бы не хватает воздуха, как будто бы задышка начинается. И это уже говорит о том, что организму достаточно тяжело работать. Поэтому дыхание контролирует ваше эмоциональное и физическое состояние. Напишите, чувствовали ли вы когда-то такие сбивки своего дыхания и как вы с этим работали. Может быть, вообще никак не работали. Я знаю, что многие просто закуривают, что-то делают, но на самом деле их нужно научить просто дышать.